Всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения, с вами Рэй и сегодня я поиграю в игру, которая называется Омега Страйк. Режим игры у нас будет обычный, поехали. Все началось со сверхсекретной военной разработки. Гениальный доктор Альфонс Омега возглавил группу ученых. Целью было улучшение возможностей обычных солдат, сделать их лучше, быстрее, сильнее. Поэтому ученые создали альфа эликсир, эффект оказался просто невероятным. Военачальники были в восторге. В целях увеличения военного потенциала эликсир был распространен среди военных, как и планировал доктор Омега. Затем последовали изменения, солдаты обернулись в свирепых мутантов, подконтрольных доктору Омеге. Оставшиеся военные были не в состоянии противостоять ордам мутантов. Сопротивление пало. Доктор Омега же окружил себя армией мутантов и теперь свободно проводит свои мерзкие эксперименты над населением. Осталась лишь маленькая группа отважных борцов за свободу, готовая противостоять тирании доктора Омеге. Тем временем в убежище повстанцев. Добро пожаловать на брифинг, джентльмены, говорит генерал Такер. Войска доктора Омеги уже просочились в пещеры, поэтому буду краток. Наш ведущий ученый, профессор Эйнхорн, придумал новый план по ликвидации доктора Омеги. Вы должны пробиться на поверхность и найти профессора в городке под названием Тамбульвид. Остальную информацию по заданию узнаете непосредственно у него. Кстати, профессор прислал нам кое-что. Портативный телепорт. У каждого из вас свои таланты и мы наконец можем найти им хорошее применение. Данное устройство позволит выбрать необходимого человека в конкретной ситуации. Не раскрывая при этом остальных. Таким образом, мы останемся незамеченными для прислужников Омеги и повысим свои шансы на успех. Главная задача отыскать профессора Эйнхорна. Мы все рассчитываем на вас. Удачи! Так, базовое управление. Ну, я буду играть на геймпаде, друзья мои. Так что, в принципе, здесь ничего сложного нет. Ага, стрельба, прыжок, все как обычно, да? Хе, и можем уклоняться. Так, что здесь? Вы можете переключаться между персонажами, нажав кнопку переключения. У каждого персонажа свои умения. Угу. Так, а как... Что за кнопка переключения? Хе, погоди. Ага, вот она, понятно. Ну что же, будем знать, что я в любую секунду могу переключиться. Такие сидят там, играют в приставку. Так, это наши? Да, это наши. Собираешься надрать задницу парочки мутантов? Можешь попросить генерала подключить отопление? А то я себе яйца отморожу. Хе, 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 хе. Ну, ладно, надеюсь, что я уговорю генерала. Так, пещеры повстанцев. Нажмите кнопку атаки, чтобы выстрелить единожды. Либо зажмите ее, чтобы стрелять автоматически. Понятно. Так, друзья, пока все хорошо. Какие-то букашки тут ползают. Ну, как вы понимаете, игра у нас это аркадочка. Нажмите вверх, чтобы вскарабкаться под цепи. Понятно. Графика такая пиксельная. Ну, в принципе, друзья, я люблю такие. Игрушки, да? Ну, что ты, е-мое. Так, подожди-ка. Не знаю, для чего монетки, но будем собирать их. Так, а это что там за зомбарик у нас стоит? Я не понял. Это мутант? Или действительно зомби? Пока не понял. А ну-ка. Минус. Поползли. Бегает чумовой здесь. Ну, иди сюда. Смотри-ка, а. Как только видит, да, снаряды сразу останавливаются. Так, дай-ка я эту букашку подобью. Замечательно. Так, ну что, в коробочках у нас золото лежит. Так, что здесь? Удерживаю вниз и кнопку прыжка, чтобы опускаться с платформы. Ну, это, друзья мои, стандартное управление для всех аркад. Вот, в принципе, оно не меняется. Так. Давай-ка аккуратненько. Что это за букашка? Непонятно. Какой-то краб. Потолочный был. Ну, пока все довольно легко. И я так понимаю, что этот уровень идет как обучающий. Декс прыгает выше стальных и способен делать двойной прыжок. Нажми кнопку прыжка в полете, чтобы совершить двойной прыжок. Ага. Ага. Понял, друзья. Вот первая способность, которая, да, видимо, отличает его от остальных. У него есть двойной прыжок. Понял. Будем это знать. А, тихо-тихо, я думал, честно говоря. И, во-вторых, друзья мои, у него в руках дробаш. Твою же налево, а. Курочка, да? Двачка, здоровья. Так, золотишко нам дает всего лишь по одной монетке. Так, а это что такое у нас? Аптечка. Найденные предметы добавляются в ваше снаряжение. Ознакомиться с ними можно в меню. Так. Меню. Это карта. Так, подожди. Умение. Урон винтовки. Так. Ну, это понятно. Медведь умеет передвигать тяжелые предметы, загораживающие проходы. Чтобы сдвинуть предмет, идите прямо на него. А что за медведь? Хм. Подожди, а где снаряжение? Вот. Аптечка восстанавливает 12 ОЗ. Все, я буду узнать это. Что у нас есть аптечка, которая может нам восстановить здоровье. А здоровье у нас, я так понимаю, в верхнем левом углу, да? Вот эти вот два красненьких квадратика. Так, опять этот краб. Ага. Ну, теперь я знаю, что он делает. Он стреляется, да? Так, ладно, хорошо. Минус. А это что у нас такое здесь? Кубик жизни. А зачем мне кубик жизни? Что он мне дает? Непонятно. Ладно. В общем, здесь тупик. Надо отсюда выбираться. Два очка здоровья. То есть, фулл хп у нас. Ну-ка. Минус. Я так и не понял, кто это у нас, мутанты или какие-то зомбари, действительно? Так, что у нас тут? Медведь самый сильный персонаж, способный двигать валуны. Идите прямиком на валуны, чтобы сдвинуть их. Вот, значит, кто у нас медведь. Этот чувак с гранатометом. Ладушки, поиграем маленечко за него. Ну. Ай. Да, он здоровый, мощный, но оружие у него, так скажем, недальнобойное. Но зато, по-моему, мощное. Так, ну-ка, давай-ка мы, наверное, с вами по цепочке по этой. Замечательно. В общем, в начале у нас, да, противники какие-то всякие жучки, букашки и так далее, и то подобное. Ну, и мутантики. Должны ведь когда-нибудь, рано или поздно, уже... Ох ты, тихо. Сундук. Что в нем? Черепок. 30 золота дает этот черепундель нам. Опа-на. Что-то новенькое. В общем, уже... Уже здесь появляются солдатики. Опять же, эти мутанты. Хорош, хорош там бегать. Парень, парень, успокойся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. В общем, надо будет пригибаться, судя по всему, да, от его выстрелов. Так, курочка. Опять же, фулл-хп. Так, давай-ка мы... Выход какой-то из пещеры, видимо. Вау. Лаборатория или что это? База какая-то. Это что такое? Игра сохранена. Отлично. Это сохранялка. Смачно. Так, летучие мыши прибавляются еще ко всему прочему. Ну, они тоже ватные, как вы видите. Единственная проблема... Ага. А наискосок я стрелять не могу. Я могу только лишь прямо, либо вверх. Ну, ладно. Придется привыкать к этому делу. Так, мышка, уйди от меня. Нечего здесь делать. Зомби. Нормуль. Самое удивительное, что они вообще здесь делают, эти зомбари. Ну, эти мутанты. Именно вот в этой... Ой, елки-палки. Вот это нежданчик. Я когда прыгнул, только увидел, что мина там внизу. Действительно не ожидал такого. Так, тихо. Могу? Могу. Хочу и могу. Так, а куда у нас вот эта цепь идет? Тьфу ты. Я, по-моему, упал, да? Ну да, на самое начало здесь. Ладно, поехали тогда обратно. В общем... Тихо. Тихо, тихо, тихо. Я вижу, я вижу эту мину, поэтому все под контролем, под моим. Чутким. Давайте, наверное, мы с вами забираться наверх. Ага. Зомби, здорово. Согласитесь, они не очень-то похожи на каких-то мутантов. Вот на зомбаре они больше смахивают. Так, здесь главное пригнуться. Ага, вот оно что. То есть, если я пригибаюсь, все равно по мне попадает. Значит, перепрыгивать надо. Так, букашку я тут должен подбить. Да что ж ты? Я ничего не могу сделать. Ну, монетки я все равно буду собирать. Минус. Давай-ка эту букашку убьем. Какие-то гусеницы, да? Так, запрыгиваем с вами наверх. Этого уничтожаем. Моя цель какая в этой миссии? Выйти на поверхность, да, из этих пещер и встретить какого-то командира. По-моему, так звучало мое задание. Тихо ты, родной. Фига ты, разбуянился там. Хорошо, что у нас есть с вами карта. Правда, я ей не особо люблю пользоваться пока. Да я думаю, что здесь она и не нужна. Все довольно линейно. Так, что у нас тут? Опа-на. Так, тихо. Родной не буянь. Ну, иди сюда. Шикарно. Мне бы сохранялочку, на самом деле. Но ее здесь нету. Что-то проходит. Опа-на. Ублюдочные мутанты. Неслабо меня потрепали. Капитан Дэн. Я вытащил батарею из защитной двери, чтобы их замедлить. Вот она. С ее помощью сможешь открыть защитную дверь и выйти на поверхность. Удачи. Ага. Вот, да, значит. Батарея. Так, друзья мои. Ну что, я пришел сюда для того, чтобы взять батарею. А теперь мне нужно активировать где-то какую-то дверь. Самое интересное, где мне ее активировать? Слушай, друзья, подождите. Дайте-ка я, наверное... Блин, вот мне не верится, что я сюда шел только для того, чтобы взять вот эту чертову батарею. С вашего позволения я вернусь обратно и посмотрю все повнимательнее. Может быть, я где-то что-то здесь пропустил, упустил? Так, он жив. Он стоит здесь, живой причем. Нет, здесь ничего абсолютно не пробивается. Он мне желает удачи и на этом все. Да, друзья, значит, действительно мне надо куда-то идти дальше. То есть, здесь ничего абсолютно не происходит. Он заблокировал дверь. Он мне сказал, что с помощью этого ключа ты сможешь выйти на поверхность. Ну, мы же вроде бы как бы с вами все здесь пробежали абсолютно. Я никаких дверей здесь не видел. Может быть, конечно, какой-то момент я мог пропустить. Но у нас все равно нету никакого выбора. Мы будем с вами дальше двигаться и посмотрим, что мы с вами можем здесь найти. Может быть, действительно, я что-то где-то пропустил. Опа, кубик. Ничего себе, ребята, да? Кубик жизни. Секретка была сейчас только что. Так. Ну, иди сюда, Олух. Стоит мне там. Два очка здоровья. Отлично. Мы с вами на фулл хпшках в данный момент двигаемся. Интересно, очень интересно, где же тут может быть определенная дверь, которая выпустит меня на поверхность. Хм. Просто в данный момент я возвращаюсь обратно, откуда и пришел. Дверей я там никаких не встречал. Очень интересно. Не хотелось бы, конечно, лишний раз тут бегать по кругу. Так, что у нас там? Ага, зомбарик, минус. Так, а здесь мы с вами были, да? Как раз я по этой цепи поднимался. Здесь, по-моему, мина внизу. Да, уже их две опять. Ну, это вот чистой воды возвращение обратно. Как ни крути. Так, монетки. Так, минус летучка. Вы, кстати, ребята, пишите в комментариях, как вам эта игра. Зашла, не зашла? Стоит в нее играть, не стоит. Но однозначно я буду играть дальше в Кунай. Мне эта игра очень понравилась. Так что ждите дальнейшего прохождения. Так, ну что, наверное, сохранимся мы с вами на всякий случай. И продолжим наш путь. Может быть, где-то здесь что-то не доискали мы, а? Как думаешь? Так, тихо, 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 не надо. Вот что мне вот в этих играх нравится и в играх такого жанра. Это музыка. Всегда потрясная. Сразу у меня ностальгия в ретро куда-то там. Так, подожди-ка, давай-ка мы здесь посмотрим. Опачки. Твою ж налево. Я здесь не был, получается, да? Вот, оказывается, где я пропустил момент-то. То есть, мы с вами открыли дверь. Значит, я иду в правильном направлении. Так, тихо. Уничтожили. Монетки, цепочка. Мы с вами выбираемся, судя по всему, наверх. Так, мина. Опс. Отлично. Дальше прыгаем сюда. Ага, захотел чего. Ха-ха-ха. Так, еще одна мина. И там у нас этот мутант. Вот так вот. Замечательно. На поверхность. Скорее бежим на поверхность. Очень много здесь солдатиков. Но я так понимаю, что это пока обычные рядовые солдаты. Самые легкие и слабые. Я думаю, что в дальнейшем здесь будут, наверное, имбовые какие-нибудь вояки. С которыми так просто не повоюешь. Так, валун. Его мы сейчас будем сдвигать. Как раз мы играем за медведя. Ох ты, елки-палки. Чуть было не подорвался. Угу. Здесь опять мутант и летучая мышь. Давай, летучка, иди сюда. Сейчас я ее... Ну. Вот так вот. Выстрел. Теперь мой. Ну, подходи. Для тебя мне не жалко снарядов. Ой. Хорошо, что мы здесь не разбиваемся с вами, а. Я уже думал, сейчас упадем с большой высоты и... Смятку. Но нет, все отлично. Я просто не... А, мы можем наверх идти. Елки-палки. Я вообще-то... Думал, что нам нужно туда. Но нет, я ошибся. Слушай, неужели все, нет? Да сколько же можно-то, а? Сколько можно тут бегать? Так, жучара. Ой, зачем я так делаю? Ну, слава богу, у меня здоровья очень много. Конечно, его так тратить попусту не стоит, согласись. Что-то курочка давно мне не выпадает ниоткуда. Так, надеюсь, это выход. Сохраняшка. Это уже хорошо. Давай сохранимся. И пойдем дальше. Да что ж такое, опять пещеры, что ли? Опа. Тихо. Так, так, так. Что тут у нас? Это доктор Омега. Похоже, старина профессора наконец-то довел телепорт до ума. Ну что, посмотрим, что там по ту сторону. В плане... Упс. Воу. Твои дружочки станут прекрасными подопытными крысками для моих последних экспериментов. А вот тебе, увы, не повезло. Дозер. Раскатай этого мятежного мерзавца. Какой еще дозер? Хе-хе, дозер... О-хо-хо-хо. Ха-хо, я раздавлю тебя, как червя. Пора умирать. Да ладно, шутишь, что ли? Это босс, друзья мои. Тактика. Какая тактика? Надо определяться всегда с тактикой. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Прыгает. Значит, он прыгает. Потом вот так делает. Мы пригибаемся. В этот момент он стреляет понизу, да? Слушай, ребята, по-моему, я раскусил этого дозера. Ой-ой-ой-ой, слишком близко подошел. Тихо. Так, прыгает. Угу. В данный момент я ничего пока сложного не вижу в этом боссе. Ага. Так, будет прыгать, нет? Нет, не прыгает пока. Слушай, да я его раскатаю сейчас. Сосунка этого. Дозер тоже мне. Хе-хе. Салабозер. Так, все, пора умер... А, тихо-тихо, чуть было не рискнул. Фух, ну что, друзья мои. Так, мы с вами получили аптечку, что ли? Не знаю. Я туда не пойду. Я пойду вот в эту сторону. Значит, мы все-таки с вами увидели доктора, да? Омегу. Он похитил моих друзей, кстати. Пустыня Тамблвинт. Так, а я здесь не могу проползти, да? Значит, наверх пойдем. Мы добрались с вами до пустыни. То есть, до поверхности. И это хорошо. Нам как раз сюда и нужно. Так, нам нужно кого-то здесь встретить, по-моему, да? Нам говорили. Так, ну что тут у нас? Кактусы, все дела. Где вражины? Где? Что-то пока никого не вижу. Ну и, в принципе, и хорошо, что никого здесь нету. Опа-на. Добро пожаловать в Тамблвинт. Тихо-тихо. Ёлки-палки, я уже думал, что это враги. А это местные жители. Лучшее мясо в городе. Хотите взглянуть на ассортимент? Ну давай. Так. Тамблвинский двойной бургер. Полностью устанавливает здоровье, переживота. Ой, курятинка. Хорошо-то как все вкусно. Так, а если я сюда зайду? Что это такое? Привет, я Фредди. Добро пожаловать в мою обитель. И? Я бы не советовал шататься по моему дому, поскольку недавно его наводнили отвратительные насекомые. Если ему поможешь мне с ними разобраться, можешь забирать себе все, что приглянется. Так, он мне дает добро, да? Все, что я найду у него в доме, забрать себе. Ёлки-палки, сколько у тебя тут всякой мрази ползает. Тихо ты! Паучок тут нашелся мне тоже. Ладно. Я надеюсь, у него здесь будет что-нибудь путненькое. Так что это внизу у нас за черепаха-улиткой? Я не знаю, как ее назвать. Дай-ка я ее... Ага. Ты понял, да? Подбить я ее не могу. Краб, ты достал уже тут ползать. Два очка за рове. Шикарно. Тихо. Вот так вот прыгать всегда, друзья мои, рискованно. На, бум. Не зная, что внизу. Ой, вот как вот сейчас, в принципе, и продемонстрировал. Ты прыгаешь на шару, да? А там тебя внизу поджидает такая фигня. А ты прикинь, если бы тут было, например, минное поле какое-нибудь. Я бы сейчас прилетел бы и просто подорвался бы, и все. И начал бы с последнего сохранения, которое фиг знает, где находится. Значит, вот эту вот фигню я не могу подбить, к сожалению. Я не знаю, что это за противник такой, но подбить... Ага, смотрите-ка, что-то мы нашли. Кубик жизни. Я до сих пор не могу понять, что они делают, эти кубики жизни. Что они мне дают. Так, да подожди ты, елки-палки. Вот, отлично. Так, два очка здоровья. То, что нужно. Слушай, по-моему, я полностью здесь все обошел. И кроме кубика жизни, здесь у него в доме ничего абсолютно нету. Зато куча целая вот этих вот отвратительных жуков. Ну что, предлагаю, наверное, вернуться обратно. Может быть, тихо-тихо-тихо ты, родной. Распригался мне здесь. Может быть, когда я скажу, что зачистил ему дом, он мне что-нибудь сам отвалит. Надеюсь, не люлей. Так, ну что, Фредди? Приятного пребывания. Понятно все. Короче, просто зачистили. Хотел бы я помочь тебе навалять доктору Омеги, но мне нужно следить за костром. Говорит мне Моррис Бомж. Зашибись, это не я, ребята. Если ищешь пушки, то пришел в нужное место. Говорит Змей. Специальная цена только для тебя. Что скажешь? Конечно, конечно. Ух, е-мое. Так, телепортирует вас обратно в Тамблвинд. Одноразовый. Так, увеличит урон винтовки сержанта. Увеличивает дальность стрельбы винтовки сержанта. Слушай, я, наверное, возьму дальность. Слушай, у меня еще 40 монет осталось, и я, наверное, возьму телепорт один. Мало ли пригодится для чего-нибудь. Добро пожаловать в Тамблвинд, паломник. Говорит пастор. Слыхал ли ты о благословенном человеке, странствовавшем когда-то по этим проклятым землям? Нет, не слышал. Ему был неспослан дар жизни, а в руки доктора Омеги попал он. И обратили его тело в кучу маленьких кубиков жизни. Если тебе выдастся найти эти кубики, то приходи с ними ко мне. А у меня кубики есть, кстати. Кубики жизни как раз. Так. Рад снова тебя видеть, паломник. Хочешь обменять свои кубики жизни на благословение? А мне жаль, но понадобилось как минимум 4 кубика жизни. Ах ты, улух. Привет, я Мак. Как дела? Да неплохо вроде бы. Так. Ух ты. Дальше проход у нас здесь. Погоди. А что надо? Я не могу пройти, друзья. У меня не хватает какого-то ключа. Хм. Может быть я не со всеми поговорил. Может быть кто-то мне его подкинет. Так. Ну-ка, бабуля. Ты-то как? Вы не видели мою внучку Голди? Она постоянно озарничает с этим проклятым медведем. То есть с моим корешем, да? Ух. Так, друзья. Мне бы сохраниться, наверное, где-то. Так. Что здесь у нас еще за подполье? А вот и сохраночка. Ну что же, ребята. Я думаю, что на этой ноте мы, наверное, с вами закончим эту серию. Если что, пишите в комментариях. Ну а вам всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачки. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok